Это привет от полевчанки из Москвы, говорит Эльмира Самохина. Именно наша землячка Светлана Птухина стала куратором проекта «Дом над бездной». Главным делом ее последних лет жизни было показать жителям родного города эту экспозицию. Она о художнице Фридл Диккер, женщине сильной, которая помогла сотням обреченных людей, заточенных в концлагере. У нее была возможность уехать за границу, но Фридл последовала за мужем в Терезин и навсегда вошла в историю, как великая Фролейн Диккер. Фридл, когда собиралась в концлагерь, она своему мужу говорила, мы возьмем зеленые простыни, потому что это будет у нас, допустим, служить шермой во время театра. Мы возьмем вот эту бумагу и кисточки, потому что мы будем учить детей, рисовать будем. То есть вместо того, чтобы набирать там вещи, чтобы себя обезопасить потом в таких незнакомых, непонятных условиях, она сразу думала о тех людях, которым она будет помогать выжить. То есть вот этот ее жизненный подвиг не в том, что она художница, что она оставила какое-то свое художество, а в том, что она действительно служила людям и помогала им сохранить человеческое в себе. Все, что Фридл взяла с собой в концлагерь, ей, безусловно, пригодилось. Она учила детей рисовать. Вместе с другими педагогами ставила театральные постановки. На этой фотографии часть участников пьесы «Брундибар». Спустя несколько дней после премьеры они были уничтожены в газовых камерах Освенцима. Страшно читать о том, что из 15 тысяч детей, которые находились в этом лагере, в живых осталось только тысяча. И вот занятие творчеством для детей было и арт-терапией, и каким-то протестом против зла, насилием, унижением, которым дети подвергались. Конечно, просто смотреть ее, наверное, тяжело. И поэтому дети ее увидят в рамках уроков истории искусства, потому что все равно комментарий Ольги Игоревны здесь нужен. Благодаря ей эта выставка оказалась у нас. Выставка уникальная. Спасибо вообще авторам выставки за их вот такой вот труд. Спасибо организаторам за то, что помогли этой выставке оказаться у нас. И этот труд очень важный, потому что мы должны помнить это, чтобы никогда-никогда это больше не повторилось. Фрида Деккер не дожила до победы Советского Союза над фашистами чуть больше полугода. Ее убили в октябре 1944-го во время Холокоста. Терезин освободила армия маршала Конева 8 мая 1945-го. Но художница смогла оставить после своей смерти самое ценное, что было в Терезине – рисунки. Перед тем, как ее отправили в Освенцим, она все 5000 работ своих учеников спрятала, передала в чемодане, который бережно хранили до освобождения. И затем, когда уже начали изучать вот этот опыт, накопленный ею уже после войны, все поняли, что она открыла совершенно удивительный пласт психотерапии – это арт-терапия. Именно она является основоположником этого направления. И московская писательница, исследовательница Елена Макарова, она изучила опыт в Риду, посвятила ей несколько лет жизни и написала книгу о ней. И вот результатом вот этой книги стала вот эта чудесная выставка. Поэтому здесь нужно приходить, смотреть, читать и думать. Потому что что после жизни? Только жизнь. На каждом из 19 планшетов в левом верхнем углу изображен тот самый концлагерь Терезин. Символично, но земля, на которой он стоял, визуально напоминает звезду Давида, не давая забыть о том, что в доме над бездной своей участи дожидалось больше 140 тысяч евреев. Из них уничтожено чуть больше 88 тысяч. Нет Фриду, но мы видим рисунки ее детей, мы видим ее работы. Нет Светланы Николаевны, но мы видим результат работы ее души, результат работы ее жизни. Вот поэтому каждый человек, который что-то хочет о себе оставить следующему поколению, он остается что? Остаются наши слова, песни, книги, картины, словом. Не деньги, как многие думают, а именно то, что можно подать из поколения в поколение. Из-за ограничений выставку сегодня увидеть может не каждый. Стоит набраться терпения. Когда пандемия отступит, двери детской художественной школы будут открыты для всех желающих. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.